Добрый день, господа! Это Юлия Латынина, это Станислав Белковский, дежурная по эпохе, как всегда в это время, во вторник. Стас, привет! Привет, Юля, всех приветствую! Не забывайте, во-первых, господа, подписываться на наш канал, не забывайте делиться ссылками, не забывайте ставить лайки. Что же касается его канала, то Стас его отрекламирует сам. На нашем канале все ожидается в ближайшие дни премьеры очередного выпуска проекта «Параклет», а также продолжение выпуска «Доброй ночи, малыши». Кроме того, я рекомендую всем посмотреть еще раз юбилейный выпуск проекта «Время Белковского», который называется «Что после войны?». Он в свое время был выпущен к двум сразу годовщинам. Второй годовщине спецоперации «З» и десятой годовщине юбилея Четвертой мировой войны, которая, по моей версии, началась в конце февраля-начале марта 2014 года. Вот сейчас самое время посмотреть на это по-новому в контексте того, что происходит не только на украинских фронтах, но и вообще в самых разных боевых точках современного войны. Кроме того, четыре года назад, 15 сентября 2020 года, были подписаны соглашения. Их тоже стоит вспомнить, а чему и посвящено видео «Что после войны?». Спасибо. Кстати говоря, да, соглашение Авраама можем вспомнить и мы. А у меня вот такой вопрос. Конечно, мы начнем с самого свежего происшествия, которое я вот тут даже ищу. Кто же из американских каналов? Мне очень понравилось. Да, NBC News назвала это происшествие инцидентом в гольф-клубе. Имеется в виду второе уже покушение на кандидата в президенты и экс-президента Дональда Трампа. Как-то так вот, ты знаешь, вот я со всех концов слышу, что это Трамп, это Венс раздувают рознь, что они нагнетают ненависть. Противоположная сторона стремится к миру и любви. Но почему-то это уже второй раз в Трампа стреляют. Объясни мне, как это повлияет на выборы и повлияет ли? Существенно нет. Поскольку это, что называется, все учтено в цене товара. То есть понятно, что уже давно сформировались представления о том, что Дональд Трамп может быть объектом покушения. И так как Карлсон, его ненадежный друг, ненадежный, поскольку, как потом выяснилось, он в глубине души очень не любит Трампа. Это выяснилось перед судом, который Fox News проиграл на несколько сот миллионов долларов компании, производящей агрегаты для подсчета голосов, из-за чего Такер Карлсон вынужден был покинуть Fox News. Значит, выяснилось, что там в процессе подготовки к суду, что как раз Такер Карлсон неоднократно негативно отзывался о господине Трампе, а поддерживал его только публично и конъюнктурно. Но он же и нагнетал на протяжении, наверное, более года, что вот покушение неизбежно, что Трампа обязательно уберут, потому что у политического истеблишмента США нет других возможностей его остановить и так далее. Всегда, когда чего-то ждешь, то к этому уже относишься как к свершившемуся факту, а не к тому, что может качественно повлиять на твое решение, за кого голосовать. Хочу заметить, что дебаты в Филадельфии между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, которым обсуждали уже в прошлый раз, согласно социологическим данным, заставили изменить свою точку зрения 4% избирателей. 68% избирателей заявили, что дебаты на них не повлияли никак. Несмотря на то, что это было достаточно примечательное, я не хочу сказать яркое, оно не было очень ярким, примечательное зрелище, которое все же показало преимущество Камалы Харрис в нынешней ситуации, особенно с учетом нестабильного психологического состояния Трампа. Поэтому нет, я не думаю, что это покушение как-то изменит ход кампании, хотя, конечно, какие-то небольшие всплески в пользу Трампа могли случиться в отдельных местностях, как это принято называть в Соединенных Штатах Америки, но они не повлияют на дальнейший ход событий. Это не означает, что этот ход событий будет инерционным. Мы не обсуждали еще в прошлый раз, что за это время был опубликован традиционный прогноз Алана Лихтмана, известного американского, я затрудняюсь идентифицировать его профессиональную принадлежность, назовем его экспертом, который всякий раз предсказывает на основании своей системы критериев, кто победит, и он почти никогда не ошибался, за исключением 2000 года, когда он предсказал победу Элла Гора, победил Джордж Буш. Впрочем, Алана Лихтман сказал тогда, что на самом-то деле победил Гор, а Буш стал президентом в результате фальсификации результата выборов во Флориде, поэтому и тогда его прогностическая система сработала заподлицо. Алана Лихтман на основании своей группы критериев, чисто формально всегда определяет, кто должен стать президентом в этот раз, и он отдал предпочтение Камале Харрис. Я не отрицаю важности и значимости трудов Алана Лихтмана, однако хочу отметить, что эти выборы проходят совершенно новую эпоху. А все правила технического анализа, в частности, применимого на финансовых рынках, когда анализируются не фундаментальные параметры тех или иных процессов, хотя в случае Алана Лихтман они тоже анализируются, а колебания курса тех или иных финансовых инструментов во времени, должны учитывать начальную точку процесса. Мне кажется, что эти выборы все-таки беспрецедентны, поскольку они уже не являются соревнованием республиканцев и демократов. Их контекст, как мы не раз говорили, совершенно другой. Это борьба антистаблишментарной силы, олицетворяемой Трампом, и эстаблишментами. Именно поэтому социологические опросы всегда представляют Трампа слабее, чем он есть на самом деле, потому что он представитель молчаливого большинства. Это термин, который, кажется, еще возник при Ричарде Никсоне. И это молчаливое большинство иногда отмалчивается его в определенную часть до самой даты голосования и не раскрывает своих предпочтений. Поэтому что-нибудь еще может случиться, что изменит ход кампании, которая сейчас развивается в пользу Камалы Харрис, бесспорно. Ну, не этот инцидент по Флориде. Он недостаточно драматичный и трагичный. Кроме того, и первое покушение, как выяснилось, ничего особенно не изменило. Трампу, как бы цинично это ни звучало в этом контексте, не удалось его капитализировать. А не удалось капитализировать по собственной вине. Потому что он обещал тогда после покушения, что он радикально и кардинально изменит ход кампании, станет отцом нации, спокойной, мудрой силой, стоящей над расколами и разделениями, основными раздорами в американском обществе. Он этого не сделал. Он остался тем же, кем и был. В результате покушение было полностью информационно смыто рокировкой Байдена Харрис, которая оказалась гораздо более существенной, значительной новостью для избирателей, чем покушение на Трампа. Потому что она избавила те 28% двойных ненавистников, double haters, которые не любили ни Трампа, ни Байдена, и не хотели выбирать между ними. Она открыла для них совершенно новое пространство возможностей и появление кандидата, который как бы к нему не относится, относится к другому поколению, что Камала Харрис достаточно успешно акцентировала на дебатах и воде. Слушай, только ты одну вещь сказал, про которую я даже не могу не удивиться, вне зависимости от того, как мы относимся к Трампу или Харрис. Мне кажется, это большая натяжка говорить, что, дескать, вот Трамп сам виноват, что он не смог капитализировать уже второе покушение. Ну и первое тоже, потому что, как я понимаю... Нет, я говорил только о первом, а не о втором. Да, первое. Заключалось в том, что Legacy Media просто, можно себе представить, чтобы, если бы это было покушение на Байдена, а тут нам говорят, граждане, ничего интересного, проходим мимо, и то есть просто это не CNN, не MSNBC, Нью-Йорк Таймс. Здесь никакой натяжки... Просто они побежали мимо, и как-то это, знаешь, ну, немножко нечестно. А в чем же натяжка? Опять возвращаемся к принципу, все учтено в цене товара. А что, это не было понятно априори, что там будет? Ведь Трамп виноват в том, что он не изменил свою компанию и риторику, а то, что определенный тип медиа его, так сказать, не любят или игнорируют, это мы знали и так, и здесь ничего нового абсолютно не узнали. Я же говорил о том, что Трамп обещал изменить компанию, не изменил, поэтому, конечно, виноват он. А на что он рассчитывал, что его неожиданно полюбит MSNBC? Нет, он не мог на это рассчитывать. Слушай, я понимаю, что Трамп, как это самое, как ведьма в молоте, ведьм во всем виноват. Если она вращает глазами, значит, ищет дьявола, а если она смотрит в одну точку, значит, она его нашла. Это понятно, что Трамп вообще во всем виноват, даже потому, что у него стреляли. Нет, во-первых, я ничего такого не сказал, что он виноват, что в него стреляли. А во-вторых, я не говорю, что он во всем виноват. В том, что он обещал изменить компанию и не изменил, он безусловно виноват. Или скажем так, я не люблю слово «виноват», поскольку это юридическая категория и вину каждого конкретного человека, определяя определенную ситуацию, определяет суд. Я говорю о том, что Трамп несет ответственность за то, что это не сделал. За много другой веры это не несет. Поэтому тут я бы тоже не хотел, чтобы… Знаешь, вот эта фраза во всем виноват… Хочу обратить свое внимание на методологическую некорректность того, что ты сейчас сказал. Фраза во всем виноват Чубайс, например, с 90-х годов XX века, для факта означает, что Чубайс ни в чем не виноват. Какой бы вопрос ни задал Анатолий Борисович относительно результатов тех или иных его действий, ответ «ну да, во всем виноват Чубайс», означает, что вопрос о его ответственности вообще не уместен. Нет, Чубайс ни во всем виноват далеко, но в чем-то не за все отвечает, но за последствия принятых им решений он, наверное, отвечает. Точно так же, как и Трамп. Нет, он виноват далеко не во всем. За то, что он обещал принять компанию и не поменял, он все-таки несет ответственность и ответственность за результаты тех решений, о котором принял исключительно сам. Мы не успели об этом поговорить, потому что мы практически это не обсуждали. Прибытие Энтони Блинкина и Дэвида Леме, которые были на прошлой неделе в Киеве, скажите, пожалуйста, стало бы тебе ясней, о чем они все-таки там говорили. Потому что, когда мне рассказывают, что они пришехали одобрить атакамсы, и так, кстати, и не одобрили, у меня такое впечатление, что там какой-то шушу готовится, а нам показывают как ассистент фокусника совсем другую картинку. Ну, мы не можем же с этим разобраться до конца, поскольку у нас нет доступа внутрь этой ситуации. Если опираться на открытые источники, таки да, они обсуждали в первую очередь разрешение дальнобойной удары. И Зеленский должен был представить план, ну, в смысле, перечень объектов, по которым собираются наносить удары дальнобойными американскими и британскими вооружениями. И вроде как представил его. Он был опубликован в газете «Тайм». Значит, план не очень секретный. Ничего качественного нового там из него мы не почерпнули. Объекты — это 14 аэродромов и аэропортов на юге РФ, а также на сакральный штаб Ростове-на-Дону, который был захвачен без боя Евгению Викторовичу Пригожину во время мятежа в июне 2023 года. Может ли это сказаться, в какой степени на ходе войны? Да, конечно. Но, опять же, все учтено в цене товара, и Российская Федерация готовится к этим ударам уже. Несмотря на то, что официально объявлено, что разрешения нет, вполне возможно, что неофициально оно есть. Просто оно отложено до какого-то момента его непосредственное приведение в действие. Надо сказать, что в этом смысле союзники Украины научились на третий год не войны играть несколько более технично, чем прежде. И сейчас некоторые решения таки принимаются и скрываются, а потом, только уже когда они приводятся в действие, говорится о том, что они были приняты. В начале войны, как правило, самые разные решения анонсировались задолго до их реализации, что и позволяло к этой реализации Кремлю достаточно качественно подготовиться. или некачественно – это неважно. Возможности подготовиться в любом случае были в пространстве таких возможностей. Поэтому РФ уже вывела из Новороссийска в Черноморский флот то, что от него осталось. Хочу в этой ситуации заметить, что в 2014 году спасение Черноморского флота называлось одной из главных целей и аннексии Крыма. В результате все последующие события привели, если не к полной гибели взятого Черноморского флота, то уж точно к качественному понижению его боеспособности и вообще роли в современной войне. Так что чему быть, того не миновать. Черноморский флот пострадал очень серьезно. То есть Крыма считает, что эти разрешения уже в спящем режиме существуют. Это совсем психологически важно. Но я думаю, что Вашингтон интригует на тему того, чтобы начать некое подобие мирного процесса до и к 5 ноября. Для этого нужно найти техничную схему, что не все так плохо. И поэтому там же обсуждается компромиссный вариант, о чем мы знаем из открытых источников, согласно которому можно будет бить только британскими ракетами, стором щедо, а не американскими. Поэтому у Кремля не будет формальных оснований предъявлять претензии Вашингтону, а Кремль как формально, так и фактически много раз давал понять и говорил, говорил и давал понять, что любые переговоры о прекращении войны, приостановлении ее надо вести только Соединенными Штатами Америки, поскольку только они принимают решения. Независимо от того, в какой степени это правда. Это правда лишь отчасти, конечно. Кремль так думает, и он и дальше будет оставаться на этой точке зрения, поэтому США пытаются славировать так, чтобы они, в конечном счете, были не самыми виноватыми, хотя бы и формально. Так все-таки, как договоры, нет у тебя ощущения, что как раз Харрис пытается с Харрис и он сейчас пытается выбрать козырь из рук Трампа и договориться о чем-то пораньше ноября? Разумеется, я давно придерживаюсь этой точки зрения, мы ее обсуждали в нашем дежурном по эпохе, да. Но это, кстати, что не исключает точечная эскалация. Потому что точечная эскалация, которая демонстрирует ограниченность возможностей сопротивляться, она, разумеется, нередко бывает шагом к перемирию, элементом принуждения к миру. Поэтому принцип тьма сгущается перед рассветом здесь абсолютно работает. Потому что если бы не то самое вторжение в Курскую область, на мой взгляд, мирные переговоры были бы значительно дальше сегодняшнего дня. Хотя в новейшей публикации политику это вторжение критикуется вновь и говорится о том, что ни Вашингтон, ни бывший главнокомандующий генерал Залужный не несут за него никакой ответственности. Ну, какую ответственность за него может нести Залужный, который к тому времени уже несколько месяцев не был главнокомандующим, я не знаю. И мне кажется, он здесь упоминается в суе просто как серьезные политические фигуры, которые все равно может прийти на смену Зеленскому, если так будет поставлен вопрос. А США тем самым дают понять, да нет, что вторжение в Курск это не мы. А раз не мы, хотя я уверен, что с ними консультировались и это уверен не только интуитивно, но на базе агрегатного анализа открытых источников, чтобы без их ведома это бы не произошло. Но, опять же, они должны дать Кремлю возможность считать, что раз это было без них, то это не должно помешать тем самому, тому самому старту мирных переговоров, разумеется, призванных стать козырем в руках Камалы Харрис, точно так же, как уже этим козырем стал обмен заключенными и освобождение Эвана Гершковича, для которого Трамп больше не требуется. Точно так же, как он и не должен требоваться для дальнейших мирных переговоров. А что из этого получится, непонятно. Кстати, логика того, что для ускорения мирных переговоров нужна эскалация, она звучит и из Кремля исходит тоже. Недавно было интервью политолога Сергея Караганова в газете «Коммерсант», который, разумеется, важен не набором идеи Сергея Александровича Караганова, а тем, в какой мере он транслирует одну из точек зрения Владимира Путина. И все обратили внимание, все, кто читал это интервью и уделил ему должное внимание, вдруг схватились за сердце от того, что там вновь рассуждается об использовании ядерного оружия в каких-то точечных ударах по территории НАТО, и не заметили, как это часто бывает главного, как это было, кстати, с интервью Путина Такеру Карлсона. А главное, что было сказано в этом интервью, и что, на мой взгляд, отражает представление Путина о предмете, что затяжная война РФ невыгодна совершенно. Потому что она слишком изнуряет Российскую Федерацию. Что да, конечно, надежды на милитаризацию Европы, и то, что эта милитаризация Европы скажется негативно на положении свободного мира, теплится и лелеется Путина. Вместе с тем, в ситуации, когда нужна новая мобилизация уже в ближайшие месяцы, не говоря уже о всех экономических последствиях, понятно, что, несмотря на все шапкозакидательские сентенции, Кремль не хочет затяжной войны. Караганову это подается так, что вот может быть спровоцировать большую эскалацию, которая быстро приведет к миру, а вот все долгие потери и топтание на линии соприкосновения ничего не дают. Но в самом себе это важное соображение, что, так сказать, нет, затягивать войну Кремлю тоже не надо, и он ищет такой техничный, политкорректный способ все-таки начать говорить о мире так, чтобы это не выглядело кремлевским, если не поражением, то не успехом. Смотри, прежде мы, чем перейдем к слону в комнате, то есть невлинскому телефону и всему, что на нем было или не было, я не могу тебя не спросить о свежей новости, тем более, что она очень сильно похожа. Час назад у членов Хезболы, вернее, пару часов назад начали одновременно взрываться в пейджеры. Они не пользовались смартфонами из каких-то соображений безопасности. Вот все эти пейджеры были из какой-то новой партии устройств, которые группировка недавно получила. И вот они начали буквально один за другим взрываться. Погибло восемь человек в предварительном данном около трех тысяч, якобы, вот я со ссылкой на Радио Свободы говорю, получили ранения. А тут очень много народу у нас просит комментарии насчет, что же это стало такое с пейджерами свежими. пейджеры, в них произошел перегрев литиевых аккумуляторов. Но, как вот я считаю убедительной позиции одного из военных экспертов, которая сейчас прозвучала, что, видимо, все эти пейджеры были оснащены специальными устройствами для самоликвидации на случай захвата пейджера-носителя. Вот этими устройствами Израиль воспользовался, если это он, потому что официально Иерусалим не взял на себя ответственность, заслучившийся, поэтому формально у нас нет оснований так утверждать. Фактически оснований подозревать, разумеется, есть. Это не означает, что всякий пейджер-владелец, ну, во-первых, сегодня в мире пейджер-владельцев почти не осталось, хотя еще когда, почему, собственно, разумеется, Хизбелла отказалась от смартфонов, потому что они являются идеальным средством шпионажа, конечно. Собственно, и в том числе теория, согласно которой Apple не уходит с айфоном из Российской Федерации, базируется на том, что, так сказать, зачем уходить, когда можно собирать информацию в Российской Федерации с помощью этого смартфона очень эффективно. Естественно, эта теория верна лишь отчасти, но рациональное, или не верна вовсе, но рациональное зерно в ней есть. Это действительно так. И, надо сказать, еще пару лет назад, когда встал вопрос о том, хорошо или плохо, если РФ останется без смартфонов, кремлевские спикеры, в том числе по эти тематики, там типа бывшие четы Касперских, бывшие, потому что они развелись, но каждый из них играет отдельно самостоятельную роль, так сказать, плюс еще новый муж Наталья Касперская-Ашманов. В общем, вся диалектическая триада двух Касперских и Ашманова объясняла аудитории, что очень хорошо, что мы вернемся на кнопочные телефоны, потому что с точки зрения информационной безопасности это гораздо надежнее. Никто вас, так и вас что-нибудь украсть или взломать с помощью общего телефона неизмеримо сложнее. Правда, уже в этом 2024 году нам сообщили, что кровавый американский режим и ЦРУ научились прекрасно взламывать и кнопочные телефоны, поэтому это не спасение. Поэтому отказ от всех сервисов Эппла не гарантирует информационной безопасности. Ну, Хизбалла, видимо, сделала допотопные пейджеры абсолютно информационно безопасные, но оказались они не такими безопасными. Разумеется, это очень успешная специальная военная операция, тут есть то, что называется специальная военная операция, возможно, в преддверии очередного масштабного удара по Хизбалле, который сейчас планируется и который стал поводом для очередного конфликта в правительстве Израиля между премьер-министром и принадлежащим формально к его же партии министром обороны, не исключено, что операция начнется после замены министра обороны нынешнего Юала Галанта на грядущего бывшего министра юстиции Гидеона Саара. Так или нет, это неизвестно, но это, так сказать, предвкушение очередного столкновения. Конечно, эта операция весьма удачная, в том числе для демонстрации того, что, если ты создаешь, вообще важный философский, я бы сказал, если ты создаешь систему самоликвидации на черный день, то она может введировать тебя вовсе не в тот день, когда ты запланировал, и не в тех обстоятельствах, которые ты предполагал. Ну что ж, от взрывающихся пейджеров мы плавно переходим к забравшемуся телефону, и это тут слон в комнате, которого мы, к которому вы вернулись, потому что началось, все, все началось взорваться еще на следующей неделе, когда Мария Певчих сначала, а потом Христо Грозев и Роман Доброхотов в инсайдере опубликовали расследование, из которого следует, что вот те нападения на российских активистов, нападения на жену Максима Миронова в Аргентине, нападения на ШИЗО, и главное нападение на Леонида Волкова, который мы все списывали, естественно, на каких-то путинских агентов, что они утверждают, что заказчиком был Леонид Невслин, это им, ну, собственно, твои комментарии. Мои комментарии слушатели могут видеть, во-первых, я напоминаю, что у нас был большой стрим с Романом Доброхотовым на эту тему, и у меня был подробный рассказ, я говорила в коде доступа. Ну, у меня складывается впечатление, что это еще главного мы не услышали, а главным может быть обвинение невзгодно в причастности к убийству Алексея Анатольевича Навального. Там элементы этого, подготовки к этому обвинению есть, потому что Невслин контактировал с неким следователем, который курировал дело Навального и отслеживал все перемещения Навального между колониями. Там это содержится. К тому же ФБК и Христо Грозев собирались предъявить результаты расследования о том, как погиб Навальный, что случилось конкретно, пока этого расследования не возникло, и, может быть, его не возникло именно потому, а прошло уже семь месяцев, что, так сказать, как-то изменились обстоятельства и нацеленность этого расследования. Посмотрим. Так что, мне кажется, еще последний взрыв, такой самый мощный взрыв, возможно, впереди. Я, разумеется, в этом не уверен и не могу быть уверен. Хотя, ну, понятно, что это ошеломляющий массив информации, хотя, скажем, и вопросы мотивов этих действий в целом и сценариев конкретных преступлений оставляют много вопросов. Ну, то есть, мотив, фактически, это то, что Невзлин сильно обиделся на всякие сообщения в социальных сетях. Так ведь, потому что какие-то конкретные ресурсы, так сказать, Невзлин с ФБК и компанией не делил. Леонид Борисович себя наставил на том, что он вообще не очень интересуется российской политикой, а занят преимущественно делами Украины и Израиля. Возможно, это в значительной степени так, так ли это на сто процентов, я не знаю, так сказать. Но, в общем, он достаточно опытный игрок, как бы к нему не относиться. И, так сказать, что получается, что вот это все случилось, потому что кто-то его скорбил в квиттере или что. Кроме того, также сами сценарии... Это, значит, сценарии... Сами сценарии нападений мне не очень ясны. При всем моем громадном сочувствии к объектам этих нападений не очень понятно, что же с ними хотели сделать. То есть, ясно, что никого не хотели ни убить, ни даже покалечить. В общем, что-то... Я считаю, что мы узнали далеко не все из того, что мы увидели и услышали, что-то еще нам предстоит узнать. И я, поскольку я не принадлежу к российской оппозиции, я к ней не принадлежу, потому что в 2005 году еще, опять же, по принципу сам себя не процитируешь, никто не процитирует, я публиковал в газете «Коммерсант», там тогда существовала полоса комментариев, ее редактором был Кирилл Рогов, статью «Критерии оппозиции». Я попытался сформулировать, кто может считаться оппозиционером, а кто — нет. И один из этих критериев, на мой взгляд, важнейший — оппозиционер — это тот, кто борется за власть. Я не борюсь, за власть я никогда не боролся, поэтому я не оппозиционер и никогда им не был. Но я сочувствую оппозиции. Я не хочу, чтобы там все было плохо, а хочу, чтобы там было хорошо. И то, что случилось — это очень плохо для российской оппозиции. Я поэтому, извините, забыл завершить логическую цепочку, поэтому я зарекся давно что-то развернуто комментировать по поводу бесконечного конфликта в российской оппозиции, которые становятся тем более частыми и ожесточенными, чем менее реалистична борьба этой оппозиции за власть в России. Ну, так оно и должно быть. Когда результат близок, тогда есть мотивация сплачиваться, невзирая на разногласия любого свойства. Мы помним, например, движение «Демократическая Россия» в СССР и Советском Союзе конца 80-х годов XX века, куда входили люди идеологически очень трудно совместимые от умеренных коммунистов до ультранационалистов, да и в личном плане не симпатизировавшие друг другу. Но поскольку все понимали, что победа близка, так же все исходили из понимания, что надо поверх всех этих разногласий и барьеров объединиться для победы. Что и произошло? Все объединились, победа наступила. И тогда «Демократическая Россия» не выглядела анекдотом. Она была мощной политической силой, которая в приходе к власти Бориса Ельцина сыграла очень значительную роль. Потом эта роль начала снижаться и размываться совершенно другими людьми, не имевшими к демократической России и демократическому движению никакого отношения. Но это уже другая история. Когда… И, собственно, вот когда возникает вопрос, а почему люди не выходят на улицы, там, протестовать против путинского режима? Ну, когда люди считали, что их выход на улицы может привести к какому-то успеху, как в конце 80-х, опять же, в начале 90-х мы видели на улицах Москвы многотысячные манифестации. А когда вероятность успеха близка к нулю, за что выходить-то? Только подставляться и оказаться немедленно в тюрьме после этого. Значит, так и здесь. Чем меньше шанс на общую победу, тем больше, так сказать, оснований для разногласий, противоречий, взаимной борьбы. И все случившееся так или иначе дискретирует оппозицию в целом, независимо от того, кто потом будет признан правом или виноватым. Потому что все это вот сама природа этого конфликта и его тональности, эмоциональные характеристики, которые летят и звучат со всех сторон, показывает, что у этой оппозиции, в общем, ну, показывает для марсианина, да, как говорил известный психиатр Эрик Берн, автор книг, вот этих люди, которые играют в эго-эго, которые играют в люди. Для того, чтобы проанализировать человека вот на Земле, лучше представить себя марсианином, который вообще про Землю ничего не знает. И только что прилетел с другой планеты, и поэтому всякие стереотипы, мифы, сказки землян не имеют для него никакого значения. Если посмотреть на это абсолютно отстраненным взглядом какого-нибудь, так сказать, американца условного, который не разбирается особенно в том, кто в российской оппозиции играет какую роль, то все это выглядит диковато. И, в общем, выясняется, что у российских оппозиционеров нет платформы для объединения даже перед лицом такой серьезной угрозы, репутационной, опять же, распространяющейся на всех без исключения оппозиционеров, независимо от того, кто здесь, какую роль играет. Это представляется мне плохим развитием сюжета и сценария для российской оппозиции, которой я, несмотря ни на что, всячески желаю удачи. Хорошо, тогда я попробую зайти с другой стороны и спросить тебя вот какой вопрос. У Христа Грозева, у Марии Певчих, у Романа Доброхотова очень серьезные соображения, очень серьезные доказательства. Они выглядят очень серьезно. Переписка выглядит очень жутко. И, соответственно, более того, Леонид Невзлин признал, что он общался с человеком, который вот этим, с Анатолием Блиновым. Он утверждает, что они общались по другому поводу. Ну, точнее, он говорит, что это вот Блинов его пытался спровоцировать, не конкретизируя. И напоминаю, что исполнители избиения Волкова арестованы, что это действительно польские фанаты-болельщики и что, ну, судя по всему, Блинов должен был быть вот перед тем, как он исчез, арестован с минуты на минуту. То есть никто не сомневается, то есть никто не оспаривает, что организатором этих покушений был Блинов. Но вдруг выясняется, что он общался с Леонидом Невзлином. И, соответственно, у меня есть два главнейших вопроса во всей этой истории. Первый звучит так. Поскольку обвинения очень серьезные, но Леонид Невзлин может развеять их очень простым способом. Он может принести телефон, на котором есть переписка, если он утверждает, что его подделали или каким-то образом исправили. он может принести телефон, свой телефон, второй телефон в литовскую или в польскую полицию, которая ведет уголовные дела. У меня первый вопрос, почему он этого не сделал, причем не сделал давно. Второй вопрос мой, ровно противоположный, ты будешь смеяться. Потому что я еще раз переслушала и потом перечитала расследование в БК. и я подумала, что все-таки смотри, как у нас сейчас нет ни телефона Блинова, нет ни Матуса. А Матус, между прочим, был. И Матус встречался с ФБКшниками, он встречался с ними в Черногории, ну, как ни хило, это европейская страна. И в этот момент, собственно, уголовное дело по поводу избиения Волкова в Польше и в Литве оно уже было. И более того, наверняка Волков был в достаточном контакте со следователями. Что мешало, в свою очередь, в БК, когда они получили эту потрясающую информацию, обратиться к полицейским и вот этого самого Матуса на выходе из того самого ресторана, где он дал им прослушать пленку, приняли бы, и тогда мы бы тоже сейчас не маялись неизвестностью, потому что в руках следствия, западного следствия, был бы Матус, а, возможно, и аппарат Блинова. Вот два ключевых вопроса. Первый, почему Невзлин не принесет телефон, ведь это его оправдает совершенно, если ему нечего бояться. И вопрос второй, почему ФБК сделал из этого... Я понимаю, когда ФБК делает расследование по поводу Дворца Путина. Понятно, они же не будут обращаться в российскую полицию с этим. Но в данном-то случае, почему они не превратили это в полицейскую спецоперацию, которую Матуса бы схватил. А сейчас он, наверное, как в Москве. Ну, где Матус, мы не знаем. Точно так же, как мы не знаем пока, какая роль Анатолия Блинова, с которым я лично неплохо знаком во всей этой истории. Я, правда, Блинова не видел... Ничего себе! Расскажи! Да, я не видел его с середины нулевых годов 21 века. То есть, почти 20 лет мы не общались с Анатолием Анатольевичем. Но я помню хорошо его по концу 90-х, начала нулевых годов, когда он был одним из адвокатов Бориса Перезовского. На этой почве мы познакомились. И я ничего плохого о нем сказать не могу. То есть, он не выглядел как человек, который будет избивать Леонида Волкова. Разумеется, за это время он успел отсидеть в тюрьме, но он стал жертвой... Я не люблю слово жертвой, стал объектом корпоративного разбирательства. То есть, это был корпоративный конфликт, что там не поделили некие активы, контроль над активами. Кажется, в Башкирии в результате чего его более влиятельные оппоненты его посадили в тюрьму. Что с ним случилось с этого момента и потом, я, разумеется, не знаю, поскольку такого рода экстремальные приключения, разумеется, меняют людей. Вообще, тюрьма всегда способствует криминализации бытия и сознания. Это понятно. Все может быть. Но он для меня не выглядит как человеком, который априорис в момент рождения собирался избить Леонида Михайловича Волкова. Поэтому посмотрим еще действительно, что скажет правоохранительный орган. Что касается... Мне почему Невзлин не отнес телефон, во-первых, а мы не знаем, что он кому отнес, ведь он утверждает, что еще в начале августа он написал заявление в правоохранительные органы Литвы. Во-вторых, конечно, на этот вопрос может ответить только он, никак не я. Что касается встречи в Черногории, то она же была обоюдоострой. Потому что в Черногории, хотя и член НАТО, но не член Евросоюза, были прецеденты, когда людей в Черногории арестовывали по российским запросам. Причем даже относительно недавно арестовали гражданку Италии, могли выдать ее в Российскую Федерацию, чего в последний момент не случилось. Поэтому, собственно, и сотрудники ФБК, на мой взгляд, весьма рисковали, встречаясь с кем-то в Черногории, потому что черногорские власти могли по российскому запросу вполне что-нибудь с ними сделать. и, наверное, это требовало тотальной конфиденциальности и отсутствия какой бы то ни было коммуникации с черногорскими силовиками, в том числе и в отношении господина Маттуса. Кроме того, если я правильно понимаю, то это было не отправить его в тюрьму, а получить с него по максимуму информацию. Является ли Маттус источником, в полной мере, заслуживающим доверия, я тоже не знаю. Все, что мы о нем знаем от ФБК же, это некий шустрила, близкий к ФСБ. Даже не сотрудник ФСБ, вероятно, а человек, который там подвязался в около ФСБшных кругах для решения за деньги определенных вопросов. Поэтому, но я абсолютно согласен с тем, что только европейский состязательный суд в свободном мире может дать ответы на все эти вопросы окончательно. В этом смысле все стороны этой драмы должны быть заинтересованы в этом открытом состязательном суде. Смотрю, ты не хочешь отвечать на вопрос. Кажутся ли тебе правдоподобными обвинения Грозева, Марии Певчих и Михаила Моглова, напоминающего проект этого расследовала, по-моему. По-моему, я могу перепутать. Ну, и Романа Доброхотова. Я не хочу говорить ничего, что ухудшало без того плачевное положение дел в российской оппозиции. Этот дисклеймер я сделал с самого начала. Потому что, несмотря ни на что, я российской оппозиции сочувствую, всем ее фронтам и направлениям сочувствую, хотя не отношусь к ней, не участвую в каких внутренних процессах в этой оппозиции. и это не расследование, я бы сказал, а исследование. И, ну, так можно, где телефон Леонида Борисовича никто не знает. То, что можно сделать сегодня там, любой фейк высочайшего уровня, это, безусловно, так. И всякие аргументы про точки и запятые, которые стоят в правильных местах, мне кажется, не до конца убедительными. В то же время, я вовсе не утверждаю, что, так сказать, страна ведь пока не права. Это, ответ на этот вопрос должен быть дан только силовыми структурами, точнее, судом, опирающимся на данные силовых структур. Но, как можно, что сделать, мы еще, так сказать, один из моих, не то, что любимых фильмов, но, так сказать, один из ценимых моих фильмов 25-летней давности «Враг государства» с Уиллом Смитом в главной роли, где прекрасно показывалось, как современные технологии позволяют сделать все, что угодно, да, так сказать, там, любые результаты твоей деятельности, к которым ты не причастен. Я думаю, что это было актуально уже тогда, за 25 лет, как была такая шутка советского времени, что перед Октябрьской революцией советская наука, российская наука стояла на краю пропасти, с тех пор она сделала огромный шаг вперед. Так вот, технологии с тех пор сделали огромный шаг вперед и стрепс может все, что угодно, разумеется. Тот же дипфейк, за который, кстати, в России, кажется, вводится уголовная ответственность сейчас, что позволяет создать изображение человека, который будет говорить голосом этого человека, языком этого человека, интонациями этого человека, и ты не отличишь от настоящего. да, поэтому я уж точно не хочу солидаризироваться в этом деле ни с одной из сторон. Это было бы, с моей стороны, слишком, а, самонадеянно, потому что, я, так сказать, безответственный. Есть еще такой роман глуховского текста, которого я всем рекомендую, это совершенно потрясающий роман, в котором убийца забирает телефон убитого им очень нехорошего МВДшника, такого золотого сынка, который всех сажает, решалы, гадины, и обнаруживает, что вот с помощью этого телефона он может продолжать жизнь жизнью этого человека, и вот как-то вот телефон превратился во вторую душу. Тебе разумеется, это технологический предмет технологической революции. Дело в том, что вообще побег из своей идентичности в чужую, это одно из главных бессознательных стремлений человека, его бессознательном осмыслении несправедливости этого мира. То есть, огромное количество людей, или почти все, или даже совсем, я бы так лучше сказал, просто в разной степени, осознают, что мир несправедлив. Просто для кого-то это доминирующая интонация, интенсивная, да? Вот сегодня в телеграм-канале Белковский, значит, там был опубликован, был опубликован текст на тему, почему люди абсолютно далекие от войны и армии, которые в армии никогда не служили и не представляют себе войну, очень любят агитировать за войну до победного конца, за всеобщее уничтожение. В чем причина такой жуткой ярости и кровожадности таких, с одной стороны, комических персонажей типа Дмитрия Анатольевича Медведева или Александра Гельевича Дугина? Я бы пытался ответить на этот вопрос, потому что условный Дмитрий Анатольевич Медведев и условные, а также безусловные, они же и безусловные Александр Гельевич Дугин это люди, глубоко разочарованные жизнью, в которых обостренное восприятие несправедливости этого мира. Медведев типичный представитель социальной группы, большие начальники, упавшие с карьерной лестницей, больно ударившиеся. Поэтому, конечно, мир несправедлив и большая война с большими жертвами это попытка это внятная осязаемая месть этому несправедливому миру. К чему бы эта война не вела? У Дугина то же самое. Это радикальный мыслитель, которого не оценил мейнстрим. Как бы он не подлизывался к российской правящей элите, она его в гробу видала. И я прекрасно помню, когда убили дочку Александра Гельевича, о чем, разумеется, и с чем я приношу всем соболезнования, кого это касается. Александр Гельевич чуть-чуть не скрывал своего восторга, стоя на гражданской панихиде в Останкине. Он в надгробной речи говорил о том, что вот нас не ценили, нас Дугиных, а вот теперь нас начали ценить. И дочки государя, аж по Гоголю, присудил орден божества посмертно. Он не скрывал того, что вот как хорошо, когда люди гибнут, это привлекает к ним внимание. Поэтому это, так сказать, поэтому перейти в новую идентичность и с помощью этой идентичности отомстить миру за все проблемы старой идентичности, это важный бессознательный комплекс всякого человека, как бы реализуемый в разной степени. А тут подоспели современные технологии, которые позволяют это очень успешно делать. И, конечно, тут еще перед нами раскроются грандиозные бездны и высоты, смотря с какой стороны поглядеть. Смотри, мы на прошлой неделе уже обсуждали фильм, которого мы оба не смотрели, оба не смотрели, хотя у меня есть, судя по всему, большой шанс. Сейчас посмотрю, расскажу вам. Я имею в виду фильм Анастасии Трофимовой, который сначала отменил показ, его показ отменил кинофестиваль Торото, причем с беспрецедентной формулировкой. Он сказал, что мы просто боимся за... Я не помню в точности, как она выглядела, но смысл был, мы боимся за безопасность зрителей, потому что нам угрожают, если мы его покажем. А потом фестиваль сказал, что он вернет фильм, и вот как раз он сегодня его покажет. И одновременно Трофимова была включена в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, причем со следующей формулировкой, что фильм демонстрирует, внимание, неприемлемую нейтральность и в отношении войны России против Украины это пропагандистское кино не уделяет должного внимания зверствам, совершенным Россией во время вторжения и не признает их. Ну, я думаю, что воюющий Великобритании Эрих Мария Ремарк тоже мог бы быть запрещен за то, что он демонстрирует неприемлемую нейтральность и не уделяет должного внимания зверствам, совершаемым немецкой армии в Бельгии против мирного населения. Но тебе не кажется, что вот эта история с возвращением фильма в программу, она очень показательна и вот это вот неукоснительное преследование за как это неприемлемую нейтральность накануне мирных переговоров, оно в общем как-то, как бы сказать, немножечко миру надоело. Ну, мы обсуждали это в прошлый раз, и сильно чего добавить мне не, я не могу. Естественно, с точки зрения Украины нейтральность неприемлема, это нормально, это правильно, потому что Украина является воюющей стороной, это как что-то нейтральность, более того, объектом агрессии стороны Российской Федерации. Собственно, то, что в Израиле не любят Рихарда Вагнера, не означает, что его не любят везде, правильно? И вагнеровский фестиваль же проходит, и ничего там не случается. Но Израиль имеет полное право не любить Рихарда Вагнера, потому что это эксклюзивный случай, именно применительно к Израилю. Точно так же, как Украина может именно так относиться к этому фильму, это ее полное законное право. В общем и целом, в свободном мире, мы сейчас не будем говорить про тоталитарные страны, где трудно говорить о его общественном мнении, конечно, ко всему происходящему относятся неоднозначно. И, конечно, далеко не все поддерживают Украину, а многие симпатизируют и Путину, что он считает, что он в значительной степени прав. И уж, безусловно, есть значительная социальная база у идеи, что войну нужно как можно быстрее заканчивать любой ценой, в том числе и ценой значительных утрат и потерь Украины. Это, так сказать, мы видим и в открытых источниках в достаточной степени, потому что как бы ни были настроены там те или иные американские мейнстримные медиа, у них нет никакой монополии на происходящем. Мы видим это и в соцсетях высказываниях людей весьма известных и влиятельных типов уровня Илона Маска или его единомышленников. Это все, конечно, различные стороны нынешнего информационного пейзажа. Но еще раз хочу подчеркнуть, что позиция именно Украины в этой ситуации тоже совершенно очевидна и оправдана. А как она, что она должна официально транслировать в той ситуации, в которой она находится? Все-таки я задам тебе этот вопрос. Я, ты сказал, уже сказал, что не хочешь травить раны российской оппозиции. И поскольку ты, в общем, очень уклончиво ответил на вопрос насчет подлинности переписки Невзина, то, значит, как-то нехорошо катить бочку на ФБК. Но меня, конечно, поразила история с Любовью Собольной. Все помнили, что у нее был нервный срыв. И теперь вот выясняется, чем он был вызван. Что когда она уехала, она была руководителем Навальный Лайф. Ей ФБК, как сейчас выясняется, не давала деньги на Навальный Лайф. И более того, она сейчас об этом прямом это заявляет, что это вот проблемы с деньгами Навальный Лайф. Были только их проблемы. К ФБК они отношения не имеют. Соответственно, чтобы платить зарплату сотрудникам, Люба Соболь взяла беспроцентный кредит лично на себя. Она взяла его у Леонида Невзина. Она сейчас должна его отдать. Сейчас 6 тысяч, если я не ошибаюсь. Причем, как я понимаю, она впоследствии была отстранена от руководства Навальный Лайф. То есть канал у нее забрали, но кредит остался на ней. Плюс, насколько, опять же, я понимаю, Навальный Лайф в этот же момент ФБК создала с нуля канал «Популярная политика» и потратила на него очень много денег. И самое удивительное, что вот кто-то из пользователей раскопал отчет в американскую налоговую, в которой как раз говорил, что за 22-й год было потрачено 1,7 миллионов долларов на содержание вот той самой популярной политики, а также Навальный Лайф. Вот тут я мало что... Вот тут я все перестала понимать, если честно. Там в этом отчете сказано, я его посмотрел, «Популярной политики», Навальный Лайф и других проектов. Из той части отчета, которая опубликована, не ясно, каких именно. И обозначены ли они в других частях отчета. Ну что ж, я, так сказать, очень сочувствую любовью Эдуард Несоболь. Она очень непростой. В непростой ситуации, безусловно, оказалась еще тогда. Но это, скажем так, я уклончиво ответил о подлинности переписки. Неоткуда я могу знать или не знать об ее подлинности? Это, так сказать, здесь я воспользуюсь проверенным путинским приемом и скажу, что это решит суд. Потому что, может ли она быть подлинной? Может. Может ли такая переписка быть изготовлена с помощью современных технологических средств? Да, тоже может. И всякие, где нефть ставить запятую, а где двоеточие, не является для меня доказательством того, что это переписка подлинная. Знаешь, я сам работал спичрайтером, и я прекрасно умел не то, что запятые точки стоять в нужных местах, но просто писать языком того человека, за которого я пишу, и неотличим. Это совершенно не Беном Ньютон. Это было легко делать, аж при нынешнем развитии, опять же, технологии искусственного интеллекта, совсем легко делать. Поэтому у меня нет ответа на этот вопрос, а кроме того, я понимаю, насколько здесь высока цена неосторожного высказа для российской оппозиции, и все не в шоколаде, который этим скандалом, так сказать, повесил себе на все шеи, какие только есть, дополнительные гири, тянущие на дно, что не вызывает у меня ни малейшего злорадства, а вызывает большое сожаление. Тем более, эти репутационные потери так иначе распространяются на людей, которые в брызги летят и в отношении тех людей, которые в скандале никак не формально не задействованы, типа Владимира Кармурзе и так далее. Но в истории с Ив, в этом во всем вот скандале в целом, отдельно в истории с Любовью Соболь, меня привлекается такой вопрос. Являются ли Ходорковский и Невзлин одним и тем же? Справедливое ли обвинение в том, что Ходорковский знал о чем-то там, но не сообщил, хотя он утверждает, что он, так сказать, тоже обратился в силовые структуры и так далее, потому что в ситуации с Любовью Соболя тоже проявляется, да, она вот вышла из состава антивоенного комитета. Но антивоенный комитет не имеет отношения к Невзлину, он имеет отношение к Ходорковскому. И если Ходорковский и Невзлин не одной тоже, то зачем же было выходить из его состава? А если одной тоже, то является ли все происходящее в основном ударом по Ходорковскому они понятны? Эти вопросы тоже остаются весьма и весьма открытыми. Ну, как является ли? Ну, скорее, да, чем нет, я так хочу сказать. А тогда зачем? Ну, потому что внутривидовая борьба самая острая, как мы знаем. Из нас двоих ты специалист по теории Дарина, а не я. Я к ней отношусь местами и временами весьма критически и скептически. Но вот это внутривидовой борьбой мы наблюдаем позиции это же не первый день, правда? И наблюдали еще тогда, когда большинство игроков, он и не Ходорковский, Ходорковский тоже, только он был в тюрьме, были в России. Ну, так сказать, никакой новости здесь нет. Просто, пожалуй, борьба вышла на такой уровень, который угрожает существованию оппозиции в целом. перешел на определенную грань, это поискорно, само по себе. И мне не хочется, я еще и потому, хочу быть по максимально корректным формулировкам, что, во-первых, я не нахожусь на чьей стороне. Я, так сказать, кроме как на стороне оппозиции в целом, я сочувствую ее делу. Естественно, я прекрасно понимаю, что все призывы объединиться бессмысленно в нынешней ситуации, потому что, как совершенно правильно отмечал один из самых успешных политиков 20-го века и мировой истории Владимир Ильич Ленин, как бы к нему ни относиться, нельзя отрицать того, что, как политик, он был чрезвычайно успешен. И именно еще раз наводит на мысль, что успех политика далеко не обязательно синонимичен его позитивному вкладу в мировую историю или судьбу той или иной страны, той или иной нации. Но Ленин, с нулевыми ресурсами пришел к власти вооружения, и удержал эту власть, что, по словам, свидетельствует о его крайней успешности. Вот Владимир Ильич Ленин сказал свою документальную фразу. Прежде чем объединиться, надо решительно размежеваться. Это было сказано тогда, когда социал-демократы не имели ни малейших шансов прийти к власти Российской империи. Значит, и временная российская оппозиция тоже находится на этой стадии и призывать ее объединиться, когда объективно время решительно размежеваться не приходится. Но вот сама тональность этого решительного размежевания несколько удручает. Все-таки размежевываться тоже можно по-разному. Можно акцентироваться на каких-то идейных разногласиях, когда уж тут, так сказать, обвиняют друг друга просто в уголовных преступлениях друг против друга. Это уже совершенно отдельная песня. Мы тут редко цитируем заявление СВР, но тут я не могу не спросить тебя. Тут вот СВР осчастливило нас сообщением, что Украина, цитирую дословно, с подачи американских кураторов собирается инсценировать российский ракетный удар по детскому учреждению на подконтрольной Киеву территории. Я, честно говоря, не очень представляю себе, как можно инсценировать в современном мире, где у всех спутники висят российский ракетный удар, потому что видно, откуда растет ракета. И даже вот есть известная история в Еленовке, когда утверждали, что это якобы украинский град или украинская ракета прилетела в Еленовку. И там, насколько я понимаю, все расследовано и очень хорошо известно, что это был залп шмеля, выпущенный в окно с близкого, ближайшего расстояния. Даже, насколько я понимаю, известно, кто это сделал и почему. Естественно, это сделала не Украина. Но это я к чему? Как ты расцениваешь такое вот заявление СВР? Ведь это же же неспроста. Или это просто на всякий случай? СВР вообще делает заявление, которое, на мой взгляд, уже давно никак не связано с результатами разведывательной деятельности. Это такие тексты в духе вот скорее политтехнологические. А вот что может случиться, если? Там были какие-нибудь сообщения о том, что СВР постоянно проводит мысль, что Украина не хочет прекращать войну, потому что Зеленский не готов идти на выбор. Это что, разведывательная информация? Нет, это не разведывательная информация. Это спекуляции. Ну, как тебе сказать, я тоже того самого мнения при том, что как бы вот ну, что же мне делать? Ну, что СВР совпадает? Нет. Я правда считаю, что СВР тоже не хочет прекращать войну, потому что у него сейчас стратегическое преимущество. Так что вопрос Зеленского в самом случае... Ну, Зеленский... В любом случае проведение выборов во время войны невозможно. Хочет их Зеленский или нет. Поэтому тут есть другая постановка этого вопроса. Как можно проводить выборы под огнем в ситуации, когда большинство избирателей не имеет доступа к избирательным участкам? Одни части находятся на фронтах, а часть в релокации. Значительно. Но это другой вопрос. Но это, в любом случае, не является результатом разведывательной деятельности. Ну, известно не только российская, но любые мировые разведки они злоупотребляют тем, что, поначитавшись чего-то в газетах, выдают это за результаты каких-то невероятных шпионских операций, на которые списываются большие деньги. Так и здесь. Может случиться такое, что российская ракета попадет в детское учреждение? Может. По самым разным причинам. Значит, это нужно заведомо объявить виной Украины. Вот и все. Это пиар такой. Это не просто для того, чтобы пиар выглядел более убедительно, он подводится под крышу разведки, а не, скажем, пресс-службы Кремля. Это мы как-то узнали. Это мы не спекулируем на тему, что может случиться, а мы каким-то образом это узнали. Мы ничего о ней не узнали. Мне кажется, более интересным сегодняшнее заявление, кстати, в этом контексте Александр Григорьевич Лукашенко, который сказал, что, по его данным, США планируют вторжение в Беларусь. Ну, совершенно очевидно, с украинской территории. Он вот старался несколько часов. Беларусь. Да, США. И это, типа, приведет к Третьей мировой войне, я сказал бы. Ну, то есть к ядерному выхванию, вообще в современной терминологии, поскольку, конечно, меня восхищает, что люди называют Третьей мировой войной, когда она давно закончилась, сойдет четвертая, уже десять лет, ну, бог с ним. Это, в конце концов, терминологический спор, в котором, возможно, я не прав. Но важно понимать, что то, что они называют Третьей мировой войной, это ядерный конфликт, это просто эвфемизм. То есть, типа, будет ядерный конфликт, поскольку ядерное оружие тактически размечено на территории Беларуси. И я еще раз возвращаюсь к мысли, что осенью года был такой, на мой взгляд, альтернативный сценарий похода на Минск, когда еще в Беларуси не было российского ядерного оружия, и не было этого повода защищать его и Лукашенко. Вот тогда США не одобрили это дело, как и поход в Приднестровье. И вот сейчас, скажу, что-то с Лукашенко происходит, может быть. Я не думаю, что в нынешней ситуации Украина собирается совершать поход на Минск, поскольку для него нет физических сил. В отличие от той ситуации 22-го года, когда он был гораздо более реалистичен, и США администрация заблокировали, чтобы не допустить эскалации пополнения. Но, может быть, ожидается, наоборот, наступление какой-нибудь российских войск с территории Беларуси, какой-нибудь поход на Суму и Чернигов. Это моя гипотеза. В отличие от СВРов, я не утверждаю, что она основана на разведывательной информации. Нет, не основана. А для того, чтобы оправдать этот поход на Суму и Чернигов, нужно сказать, что это превентивная операция для предотвращения вторжений на белорусскую территорию. Так или иначе, для чего-то Лукашенко вдруг неожиданно ударился в это дело прямо сейчас. И нужно понять, для чего. Не является ли это анонсом некоторых вариантов дополнительных российских ударов на других направлениях. Может быть, будет ослаблена военная активность на Донбассе, и будет попытка через Суму и Чернигов быстренько куда-то приблизиться побежать в направлении Киева. Посмотрим. То есть, может быть, это асимметричный ответ на вторжение в Курскую область. Ну что ж, у нас 59 минут. Есть у нас время на еще один коротенький вопрос? На один коротенький вопрос есть. Потому что вот ты совершенно справедливо заметил, что СВР нет. И это вот, отвечая слушателям, не генерал СВР, это настоящая СВР заявила в Бете, в поисковик. А кто-то вот тут пишет, ой, боюсь вторжения в Беларуси. Я к вам присоединяюсь, господа. Так вот, с одной стороны, периодически, как ты совершенно справедливо сказал, они занимаются пиаром. Но ведь была очень серьезная история, когда звонил Белоусов своему американскому коллеге и говорил, знаете ли вы это или не знаете. И тогда мы с тобой тоже обсуждали, с Алексеем Аристоевичем обсуждали, что это могло быть. И я напоминаю нашим слушателям, что сначала мне рассказывали, что это мог быть удар по какому-то элементу российской системы ядерного сдерживания. А вот сейчас ходят слухи, я не знаю, знаешь ты их или нет. И если нет, то... Путинская яхта в Санкт-Петербурге прямо по Путину. То есть ты это тоже слышал? Это давно известно, уже с тех пор, собственно, когда этот разговор состоялся, эта версия выдвигалась в качестве одной из основных. Опять же, как работают спецслужбы мы хорошо знаем из их истории, а также из художественного изображения этой истории в бессмертных романах типа «Портной из Панамы» на Ле Каре, произведения Флеминга и так далее. Сначала придумывается что-нибудь, то есть используются всегда реальные опасения и страхи политического руководства, которые есть. Путин боится, что по нему будет удар? Боится. Все. Почему бы не создать доказательства того, что этот удар готовится? И после чего великий Белоусов, который, безусловно, ничего пока хорошего в Министерстве обороны сделать не смог. На очередной виток вышло обсуждение в том числе с Z-военкорами и военблогерами того, какой бардак творит везде и с приходом Белоусова все стало только еще хуже. Так что и следовало ожидать, потому что я лично не ожидал, что аналитик Белоуса вдруг неожиданно в роли топ-менеджера военного ведомства что-то кардинально изменит. По инерции все как шло так будет. Так и идет, но ему же нужно зарабатывать очки. И вот выясняется в результате, но это относится не к СВР, очевидно, а к военной разведке, входящей в структуру Министерства обороны и Генштаба. Значит, что вот они выяснили, что может быть этот удар, и героический Белоусов его предотвратил. Из всего этого не вытекает, что удар действительно планировался, потому что спецслужбы на протяжении своей многотысячелетней истории так часто это делали, предотвращали несуществующие покушения, что отделить здесь правду от лжи невозможно. Точнее, возможно, когда мы получим со временем доступ к архивам главного управления Генштаба, бывшего главного разведывательного управления. А с учетом современного развития технологий мы вполне можем ожидать, что если раньше мы приходили в архивы, теперь от нас снова абсолютно закрытые в РФ, и могли надеяться, что мы найдем какие-то подлинные документы, найдем ли мы хоть какие-то подлинные документы в архивах будущего, тоже отдельный большой вопрос. Ну что ж, и на этом это была Юлия Латынина, это был Станислав Белковский, дежурный по эпохе. Скажешь ли ты парочку слов о своем канале? Да, я могу так повторить, что сейчас будет очередной эпизод параклета моего психологического проекта, и призываю к нему готовиться, ждать и надеяться как в классе. Спасибо большое, Юлия Леонидовна, большое спасибо за нашего дежурного по эпохе. Ура! И нашим слушателям тоже спасибо. Кстати, не забывайте на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками, не забывайте ставить лайки. Кстати, не забывайте подписываться на патреон, потому что видите, какие ужасные вещи происходят, когда у людей нет денег. И напоминаю, что наша независимость это в значительной степени ваша заслуга тех, кто смотрит, тех, кто подписывает, тех, кто жертвует. Спасибо огромное всем, кто это делает. Напоминаю также, что у нас есть прекрасная беседа с Романом Доброхотовым, в которой мы обсуждаем собственно просто саму суть расследования, что я в коде доступа посвятила очень много этому времени и объясняю, почему мне кажется очень серьезными доказательства ФБК, хотя это не значит, что у меня нет к ним каких-то других вопросов, в том числе, там, зачем они стали приплетать Ходорковского. И, кроме того, напоминаю, что у нас есть стрим про Первую мировую войну, которую я вам всячески-всячески рекомендую. И два больших эфира с Натальей Зубаревичем, с Дмитрием Некрасовым о том, как сейчас состояние, реальное состояние российской экономики. Оба чрезвычайно качественные эфира, просто я не знаю даже какой вот рекомендовать, хотя Наталья Зубаревич просто известнее. А, соответственно, приходите к нам завтра. Всего лучшего! Это была Юлия Латынина, это был Станислав Дыковский. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода.